Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна, ну вот отборы голосования на детское Евровидение 2020 вчера завершилось, это конечно фантастика какая-то, я вот сейчас разобрался в теме, послушал все Софии Фиськовой, ну конечно она проигрывает по всем параметрам, это моя точка зрения, я ни в коем случае не скажу, что девочка плохо поет или еще что-то, но это на уровне песни такая, знаете, она пресненько, ну как-то пресненько звучит, как-то монотонненько, как-то, я не знаю. Рут Гиргархт, безусловно, это мой победитель и я считаю, что наш победитель, потому что его песня «Дорога, моя судьба», София Фиськова «Мой новый день», Рут Гиргархт, песня зажигательная, песня классная, песня, ну действительно для Евровидения, такие, знаете, мотивы такие прям, хочется вот двигаться, я считаю, что безусловный победитель и абсолютно я с мамой согласен, Нарья Новости публиковали ее интервью, где она пишет, что странно проходило голосование, 63% было у Рут Гиргархта, на следующее утро она говорит, я просыпаюсь там 0,25%, это как такое может быть? Я напомню, что Академия Игоря Крутого, значит, занималась отбором российского участника и все дело в том, что отобрали, соответственно, София Фиськова, а не Рут Гиргархт, который, очевидно, поет более зажигательно и подходит для Евровидения больше, это отмечают огромное количество, сотни тысяч, наверное, миллионы людей, которые следили за этим отбором и выражают свои негодования и в социальных сетях, и где только можно, группу Крутого, Академии Крутого, значит, со страничкой вообще закрыли в социальной сети, потому что люди писали позор Академии Игоря Крутого, за сколько можно купить победу и так далее. Вы знаете, очень печально, что в нашей стране вот детские конкурсы, песенные, это не что-то святое, это не что-то, вы знаете, такое вот честное, правдивое, что хочется просмотреть и умиляться, а это тоже деньги. Мы все знаем с вами по голосу дети, как это происходило, как компания группы IB сотрудничать с Интерполом выявила накрутки в пользу одной из участниц, вы прекрасно это знаете. И здесь опять повторяется, видимо, та же самая ситуация, и дети в шоке, и родители в шоке, значит, отец одного из исполнителей конкурсантов говорит о том, что голосование было абсолютно непрозрачным, то есть никак его невозможно проконтролировать было или как-то отследить, то есть что было нужно, то и наголосовали, что называется, да. Родители требуют проверки, требуют перепроверки этого всего голосования, которое проводила Академия Игоря Крутого. Вы знаете, я считаю, что если большинство конкурсантов, их родители требуют перепроверки, то необходимо предоставить какие-то доказательства прозрачности голосования, не так, что 63% на утро 0,25%. Ты куда опять? Ты опять по детям катком проехали? Ты на голосе мы с вами сколько, значит, потратили нервов для того, чтобы, я еще раз повторюсь, доказать, что, ну, невозможно было, значит, когда были великолепные, значит, конкурсанты, невозможно было взять и каждому не дать. Ну, красивые шли ситуации, каждому дали по миллиону, здесь отбор на детское Евровидение, вы понимаете, что детское Евровидение 2020, и вообще детское Евровидение не этого года, в принципе, как конкурс, это некая стартовая площадка. Сейчас так называемых звезд, да, раскручивают уже с детства потихонечку, вот они идут, 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 и поучаствуют в детском Евровидении, даже там, если ничего не займешь, все равно конкурсант детского Евровидения когда-то и дальше раскручиваются. Поэтому, вы знаете, это, конечно, печально очень, Рудге Ругарахту я передаю огромный привет, я хочу выразить свое восхищение его исполнением, я ни в коем случае не говорю ничего плохого о Саде Фиськовой, потому что это ребенок, и она спела, как спела, с моей точки зрения, это пресненько, это явно проигрывает Рудге Ругарахту, мы можем с вами здесь оценивать детское пение, ибо, значит, сам песенный конкурс предполагает соревновательный элемент. То есть, когда выставляют оценки, фактически это тоже оценка, да, поэтому считаю, что Рудге Ругарахт победитель данного голосования, безусловный победитель, с огромным отрывом, если бы не было фальсификации, как мне кажется, как предполагает мама Рудге Ругарахта и многие другие родители и дети. Если бы не было фальсификации, то, безусловно, он бы занял первое место, я вам предлагаю послушать эти две песни Софии Фиськовой «Мой новый день», Рудге Ругарах «Дорога моя судьба», вы увидите совершенно, что действительно Рудге Ругар победитель. К сожалению, к сожалению, у нас от А до Я везде все через одно место, и в частности вот с песенными конкурсами, вот со всеми этими конкурсами, конечно, большая беда, все решают деньги, деньги и деньги, а не талант. К сожалению, к сожалению, вот до чего мы докатились. Значит, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, еще раз передаю привет Рудге Ругарахту, это наш победитель, народный победитель. Значит, я думаю, что у него впереди гораздо больше победы, чем это участие в этом загнивающем конкурсе Евровидения, который он уже забыть и не участвует в нем. Значит, подписывайтесь на канал, кому интересно, всем пока, ребят, до встречи.